В Одессе на 77 году жизни умер актёр Александр Казимиров, об этом сообщил в своём фейсбуке его коллега Юрий Ющенко. Артиста не стало ещё 13 марта, причина его смерти не раскрывается. Казимиров родился в 1944 году в Одессе, в 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. За свою карьеру артист снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, включая «Приключения электроника», «Ликвидация», «По следам капитана Гранта» и другие. Советский, российский актёр кино и ТВ, актёр театра российской армии Виталий Лазаревич Стримовский скончался на 74 году жизни. Об этом сын заслуженного артиста России сообщил сегодня на официальной фейсбук-странице отца, уточнив, что причиной смерти Стримовского стал коронавирус. «К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», — написал Илья Стримовский. О месте и дате прощания станет известно позднее. Виталий Стримовский родился 13 июня 1947 года в Москве. В 1970 окончил школу-студию МХАТ, с 1972 года актёр театра. В 1986 году получил режиссёрское образование в Театральном училище имени Щукина. На экранах с 1970-го. Две сестры, детство, отрочество. Юность по льву Толстому, Васа Железнова, палата номер 6, время жестоких. Ведущая популярного шоу об автомобилях Top Gear Сабина Шмидц умерла после нескольких лет борьбы с раком. Как сообщает Daily Mail, она скончалась в возрасте 51 года. До прихода в теле проект Шмидц была профессиональным водителем. Она получила неофициальный титул Королёвой Нюрбургринга в честь одноимённой гоночной трассы в Германии. Впоследствии в одном из выпусков Top Gear она прокатилась по любимой трассе с коллегой Джереми Кларксоном. О своём заболевании ведущая впервые рассказала в июле 2020 года. По словам Шмидц, она страдала от крайне устойчивой к лечению формы рака с 2017 года. Кларксон выразил соболезнования в связи со смертью Шмидц. «Ужасные новости о Сабине Шмидц. Такая солнечная, всегда полная жизни», — добавил он. В связи с болезнью ведущая не смогла поучаствовать в соревнованиях в прошлом году. В июле 2020 года Шмидц отмечала, что лечение помогло на некоторое время уменьшить боли, которые она испытывала из-за рака. Однако вскоре они вернулись. Впервые Шмидц появилась в эфире Top Gear в 2004 году. Тогда она соревновалась с Кларксоном, выбрав для гонки грузовой фургон Ford Transit. Кларксон же проводил заезд на легковом авто «Игуарес Тайп». На финише Шмидц сумела сократить отставание от ведущего до минимальных 10 секунд. Умер актер Московского художественного академического театра «МХАТ» имени Горького Виктор Коношенков. Об этом сообщает пресс-служба театра на официальном сайте учреждения. «Светлая память замечательному актеру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича», — говорится в сообщении. Артист скончался в среду, 17 марта. Причина смерти не называется. Ему было 68 лет. Виктор Коношенков родился в 1953 году в Чите. В 1976 году окончил ГИТИС. Работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, а также в Московском драматическом театре «Сопричастность» и театре «Мир искусства». С 2009 года служил в МХАТ имени Горького. Он был известен зрителю по таким постановкам, как «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Деньги для Марии» и многим другим. Плодовитый американский актер пуэрториканского происхождения Генри Дэроу скончался в своем доме в Северной Калифорнии 14 марта на 88 году жизни. Об этом сообщает ТИИЧЕР со ссылкой на бывшего официального представителя артиста, отметившего, что Дэроу отошел в силу естественных причин. Настоящее имя актера, далее именовавшегося не иначе, как «Гордость пуэрторико», Энрике Томас Дельгадо Хименес. Родился он в 1933 в Нью-Йорке в семье выходцев из названной страны. На сцене дебютировал в восемь лет. Когда Энрике было 13, Дельгадо вернулись на родину. Там он крайне успешно закончил школу и поступил в Национальный университет, изучая политологию и актерское мастерство. Получив на третьем курсе стипендию на предмет углубленного изучения предмета, вскоре перебрался в Лос-Анджелес, где устроился в театр в Посадене. На экране, с 1959 в Закромах, порядка 150 фильмов и сериалов. «Месть девственниц», «Караван-повозок», «Главный госпиталь», «Дикий, дикий запад», «Дымок из ствола», «За гранью возможного», «Бананце», «Миссия невыполнима», «Монолита Монтоя в немаловажном вестерне «Высокий кустарник», «Ночная галерея», «Кунг-фу», «Чудо-женщина», «Бионическая женщина», «Династия», «Даллас», «Зора и сыны Зора начала 90-х», «Рыцарь дорог», «Звездный путь», «Следующие поколения» и «Звездный путь», «Вояджер», «Вавилон 5», «Рафаэль Кастиле», на протяжении сотни эпизодов «Санта-Барбары» и т.д. По сути, Дэроу так или иначе отметился в большинстве культовых классических шоу от сайфая до мыльных опер.